Всем привет! С вами Кастян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. И сегодня на обзоре Мистер Бургер. Дело в том, что это местечко должен знать каждый турист, приезжающий в Муйне. Потому что здесь самые вкусные, самые дешевые, самые, пожалуй, адекватные бургеры, пиццы и так далее. То, что вы можете попробовать во всей этой курортной зоне. Давайте проверим. У них обычно это все работает на вынос. Внутри тоже есть местечко, но снимать там совсем неудобно. Посидеть можно, да, вопросов нет. Но что вы тоже должны знать как турист. Вы можете здесь купить, а проехавшись здесь вдоль набережной, найти себе симпатичное местечко, где можно присесть и все это скушать. Давайте и мы это тоже сделаем. И небольшое лайв-включение. Просто хочется рассказать, что помимо огромного количества выбора бургеров, здесь присутствуют еще и шейки. Разные, господа, отъедайтесь, пожалуйста, здесь шейками из свежих фруктов. Ну, потому что у вас есть шикарные авокадо, апельсины, арбузы, ананасы. И все это в любом варианте вам замиксуют, как вы хотите. Мы их тоже обязательно закажем. Возьмем с собой, найдем пейзажное место. Сейчас присядем и там будем все это употреблять для любителей какого-либо алкогольного напитка. Все равно так же присутствует. Ровно так же вам могут это все замесить с фруктами. Короче говоря, это одно из тех мест для туриста, ну, обязательное к посещению. Это, можно сказать, как местное достопримечательное. Мы приехали достаточно рано, поэтому девушка здесь одна. И она готовит все для нас. Весь наш огромный заказ она одна готовит. Вечером к ней присоединяются сотрудники, потому что, ну, посетителей больше. Что ж, вот мы и добрались до уютненького местечка, где можно присесть и все, что мы заказали, съесть. Ведь прежде всего, пока до конца не растаяло, давайте попробуем те самые шейки, которые мы взяли. Я заказал себе вообще сумасшедший микс. У меня авокадо, ананас, апельсин и, по-моему, что-то еще. Ром, а у тебя пешен фруид, маракуйя и... Оранж. А, и апельсинчик. Держи. А я люблю авокадо, капец. Поэтому я люблю погуще. А что, у меня отличный микс получился. Кстати, разнообразие вкусов просто прикольное. Мне кажется, я что-то изобрел. Она еще, главное, удивилась такая, а зачем туда авокадо? Я такой, ну, как бы я люблю, это здорово, апельсин с авокадо. Еще и ананас. А мне очень нравится. Это классно, Ромка, попробуй. Ну, апельсин с этим самым, с оранжем, это обычная тема. Ну, да, это намного более освежающий. У меня как будто бы еда. Короче говоря, вот такие миксы вы здесь в любой макашнице можете заказывать. И обязательно делайте это, господа туристы. Потому что приезжая сюда, что еще делать, как не отъедаться свежайшими фруктами. Здесь они практически ничего не стоят. Мы за это заплатили там какие-то копейки, даже говорить стыдно, знаете ли. Потому что в макашницах они стоят там по 15-20 тысяч донгов. Вот такой микс вам сделают и все. Ну, если вы совсем будете богатый на выбор, ну, хорошо, заплатите 40-50, может быть. Что бы и нет, как говорится. Здесь есть еще один очень важный момент. Да. Для будущих туристов, когда заказываете подобные вещи, обязательно уточняйте. Если вы не фанаты вкуса концентрированного диабета, что бы делали без сахара. А когда вы скажете без сахара, они обязательно попытаются добавить сгущенку. То есть нужно всегда говорить no sugar, no sweet milk. Это важное уточнение. Поэтому если вы не любитель сладкого, как мы, мы всегда говорим no sugar, то есть не надо сахара. Ну, или попытайтесь как-то им перевести. Это в переводчике показать им, что без сахара. Без сахара. Потому что они кладут его туда всегда много. Ну, ладно. У нас тут куча всякого. Давайте потихоньку пробовать и разбираться. Туна сэндвич. Все подписано. Ну, и ладно. Если здесь еще тот человек, который писал, работал, то здесь он немножко сломался. С этого места и начнем. Это тоже сэндвич. Просто с чем-то. Цены будут появляться, потому что они все невысокие. Они все примерно одинаковые. Поэтому Господь бы с ними. Быстренько приступаем к сэндвичам. Посмотрим, сейчас что внутри напихали. И тут же кушаем. Ну, и как всегда, я из дома взял необходимые нам приборы. Приступим. Давайте быстренько смотреть, что нам в сэндвичи-то напихали. Слушайте, а вот это выглядит неплохо. Это, по крайней мере, намес. Это тунец. Есть. Не знаю, консервированный или нет, поймем по вкусу, но он в наличии. Помидора, лук, свежая зелень. Порядок. Следующий. А здесь так. Ого-го. Здесь двойной хлеб. И ишенка. Мясо. Лук. Опять же, овощи. Подожди, а вот между этими кусками хлеба. А там сыр. Ребята, там сыр. Пока мы ехали, он слегка подзастыл, но он там не один. Он там с беконом. Это вообще мега-крутой сэндвич. Рома, это разорвишка. Или их два? Нет, их не два. Мы же один заказывали. Да, это один. Ни хрена себе. Вы зацените, это один. Ну и давайте быстренько по-домашнему отведаем. Я с тунцом. Ром, а ты вот эту вот всю огромную штуковину. Как бы тут все не развалить-то. Это, ребят, охрененно. Вы знаете, здесь нужно заказывать зонтики всем, если бы кто-то рядом с нами сидел. Потому что ты будешь просто это жевать и разбрызгивать это все на округу. Вы знаете, это очень круто. Кто нет, конечно, консервированный. Здесь вопрос никаких. То есть, но там очень хороший, вкусный соус. Нежнейший совершенно. Овощи к тему. Булочка хорошая, поджаристая. Ром, у тебя был в 3-4 раза толще, чем мой сэндвич. Что скажешь? Я вот боялся, что из-за того, что 3 слоя хлеба будет прям сухо. Но здесь столько соуса много. И вообще все так сочно и приготовлено, что мне прям очень понравилось. Прям бургер, ой, не бургер, а этот сэндвич здоровый человек. Ну да, у нас здесь по второй половинке осталось. Ребят, ну они готовят классно. Сэндвичи. Ладно, переходим к бургерам. Благо у нас тут их целых 3 штуки. Здесь, как говорится, есть что попробовать. Вот они все подписанные. Я не вижу, какие там. Ром, какой хочешь первый? Ну давай вот с лево-направо. Вот так, да? Да. С этого начнем. Окей. Что это у нас? Это сыр. С креветками. Выглядит отлично. Как всегда, на домашнюю тарелочку. И посмотрим. Вот оно. Под раскрошим. А вот то, что я сразу вижу, это, ребят, на мой взгляд, по крайней мере, косяк довольно серьезный. Потому что я вижу креветочную котлету здесь. А бургер написано креветочный. А не с креветочной котлетой. Ром. А там есть вкрапление полноценных креветок? Пока не вижу. Если вот это, вот это можно воспринять за вкрапление целой креветки, то да, наверное. В чем проблема, ребята, расслоить пополам креветочку и положить сюда, ну, две расслоенные, соответственно, расслоенные две креветочки. И вот их четыре, и они заполнят все пространство бургера. Никаких проблем, на мой взгляд. Но это не бургер с креветкой. Это бургер с креветочной котлетой. На мой взгляд, извольте именно так и писать. Ну, я как бы разочарован. Ром. Ну, смотри, если это именно фарш, то я тоже. Если это с вкраплениями полноценной креветки, то я вполне за. Это полумера, но я все равно не согласен. Напишите, пожалуйста, что бы было для вас, что бы вы ожидали увидеть внутри, если бы было написано креветочный бургер. Бургер, шеримп, плюс сыр. Ну, бургер, креветка, плюс сыр. На мой взгляд, особенно когда ты в стране, где креветки на каждом углу лежат прям свежие и отличные, на мой взгляд, должна быть просто полноценная креветка здесь и не одна. Хорошо, Ром, давай, хватает кусочек. А я, соответственно, второй. Ну да, котлета, овощи. Выглядит-то не чё так. Мне не нравится. Мне не нравится по двум причинам. Во-первых, сухо. Во-вторых, никакого вкуса креветки нет. Это зажаристая котлета, которая, знаете, фарш ментая. Вот тот самый старый, невероятно старый, советский какой-то фарш. Сделали нам сейчас котлету. Я, как говорится, back to your side. Вернулся вот назад. Ну, нет, я вообще полностью не согласен с этим бургером. Это сухо и невкусно. Ни о каком вкусе креветки здесь речи нет. Ром? Нет, да, это вкус дешманская рыбная котлета. Я такие бургеры вообще терпеть не могу. Это ужасный бургер. Хотя, типа, в мистере бургеры хорошо готовят бургеры. Рецептура здесь, на мой взгляд, подкачала. Это я есть не хочу. Вставка из будущего. Господа, мистер бургер, пожалуйста, делайте креветочный бургер, как я его в своё время делал. Вот именно так и должен выглядеть креветочный бургер, потому что мы тогда сделали его полноценным. Потому что здесь все почему-то всегда думают, что раз это с креветкой, то это должен быть котлета, должна быть котлета, а она не со вкусом креветки. Вот. Я сделал, как это должно быть. Я не уверен, что это будет много дороже того, что вы и так продаёте. Ребята, делайте именно так. Ну а зрители, посмотрите и убедитесь, что у меня креветочный бургер. Настоящий креветочный бургер. Давайте в следующий. Чтобы очень долго у нас обзор не затягивался, Ром, по половинке каждого попробуем, да, быстренько? Давай, да. Заценим! Теперь ещё и вот эти бургеры. Надеюсь, они будут значительно вкуснее. У нас здесь говядина и курица и, естественно, дабл-чиз. Оба из них. Заценим куриный и дабл-чиз, если я понимаю правильно. Всё-таки не зря я всегда с собой беру ножик и другие домашние приборы. Намного удобнее так есть. Имейте это в виду, когда сюда приезжаете. Ну а вот тут наполнение немного другое. Они, надо сказать, все примерно в одну цену. Здесь а это тоже куриная котлета, да? Ну ладно, куриная котлета, это немножко другое. Это не креветочная котлета. Бекон есть, сыр видно, овощи имеются. Роман, также ровно держи. Ну и мы это попробуем куснуть. Это вот выглядит уже ну прям полноценно. а вот это уже совсем господа, другое дело. Это вкус курицы. Да, это фарш, но это куриный фарш. Он замешан, он подсоленный. Эта котлетка обладает полноценным вкусом, плюс все овощички очень даже в тему. Кому-то может быть лук не нравится, как например туин моей жене ну так никаких проблем заказать например без лука. Но это уже вот это уже тот самый бургер, ради которого ты заезжаешь в мистер бургер. А вот это ребята вкус по полной программе. Зажаренный бекон, куриная котлета, она даже двойная, сыр имеется, все чувствуется, овощи в тему. Это не сухо, запивать это не приходится, если ты не прям вот так вот так все съедаешь. Короче говоря, да, вот это круто. Я вот никогда не был фанатом куриных бургеров, потому что чаще всего они сухие, но здесь за счет обилия сыра, овощей и бекончика здесь просто идеально на мой вкус. Особенно цена-качество меня радует. Ну, другими словами, это крутейший бургер. Он достаточно соленый, ну, как и все в общем-то бургеры. поэтому, да, целиком его съесть без какого-либо напитка у вас не получится, но на то там и есть всякие свежие смузи. все-таки я хорошую смесь заказал. Я каждый раз практически люблю экспериментировать, знаете ли, необычные вкусы. Морковка, авокадо, туда же ананаса и маракуйи. И отлично получается, потому что это все свежее, замес и отлично. Вы знаете, это одна из лучших вещей, которые здесь можно в принципе пробовать. Это из мест, из овощей и фруктов, которые вы можете вот по всех макашницах за копейки буквально и заказывать. А еще вот такие бургеры. Это круто. И теперь двойной сыр говядина. котлета. Ну вот здесь котлета уже выглядит по-взрослому. впрочем, как оно и должно быть, потому что говяжья котлета прежде всего чем должна отличаться? Сочностью, вкусом говядины, ну и всем остальным наполнением. Сыр у нас здесь есть, бекон имеется опять же, но это мы так заказали. Можно естественно без всех этих дабл чизов, дабл бейкон, без всего вот этого можно заказывать. Как всегда, давайте мне один кусок и роман. Ну, на это я тоже очень надеюсь. но вот это уже совсем другое дело. Это, знаете ли, не то, что вам подадут в тех ресторанах, которые были раньше доступны у нас. Назовем это так. Вы понимаете о чем я. Единственное, до чего я хочу докопаться здесь, это все-таки слегка суховатая котлета и немножко на мой опять же вкус пересолена. В целом, вот это уже то, ради чего ты хочешь ну, в общем-то взять бургер. Я, как вы знаете, не особенный любитель всяких мучных и прочих фастфудов, но это крепкий, добротный середняк. Ты никогда не промажешь, если закажешь вот такой бургер, ты получишь от него удовольствие. Это тот самый бургер, который я всегда у них беру, когда к ним заезжают. Только я заказываю дабл-чизбургер без бекона, потому что с беконом он намного более соленый становится. Ага, да. Ну и вот, что я могу сказать, что когда ешь именно там свежеприготовленный то котлетов намного сочнее. Здесь, видимо, за счет того, что где-то полтора часа уже прошло, она немножко такая высушилась. А так супер. В целом, да, я склонен с Ромой согласиться, потому что, во-первых, мы пока доехали, пока расположились, пока, соответственно, начали и пробовали предыдущие блюда, прошло некоторое время. Они же нам подали все с пылу с жару, когда мы открывали этот пакет, там все горячущее внутри. Поэтому, да, естественно, ребят, на это нужно делать поправку. И когда вы только взяли, приехали домой, тут же пробуете, это будет значительно сочнее, вкуснее, в этом я уверен. Ну, а у нас остается еще одно блюдо, которое попробовать. Опять же, очевидно, нужно сделать поправку, потому что пицца все это время там лежала. Ну, ладно, сделаем поправочку. А это пока доедим. Оооо, а это выглядит неплохо. Китченезик. в наличии. Давайте подразрезаем уже слегка под застывшую пиццу, но здесь нарезы видны. Вот так. Роман, тоже хватай. грибная. Грибная. Сырная. Толстая. грибная. Это, ребята, хорошо. Я хоть уже и, как вы понимаете, достаточно сыт, но это вкусно. Это прям действительно вкусно, хорошо. Тесто мне нравится. Я не особый, знаете ли, знаток и любитель лучного и в том числе с пиццей разбираться, как бы, ну, дел для меня неблагодарный. Рома сейчас, конечно же, скажет по этому поводу. Поэтому, когда, знаете, меня, в принципе, устроил тот самый кругляш теста, когда мы пробовали в стритфуде совсем недавно, вот здесь вот обзорчик появится, пицца, которая маленькая, на покупном вот этом вот тесте, она меня устроила. А знаете почему? А потому что вкусно. Вот кто-то пишет, Костян, да это вот на этом тесте приготовил. Да вкусно, ребята. Ну, просто вкусно. А здесь я понимаю разницу. На этом тесте мне вкуснее. Оно более воздушное. Может быть, это тоже покупной. Я не знаю, сейчас Рома, может быть, раскритикует, может, еще что-то скажет. Эта штука вкуснее. По крайней мере, здесь колбасы побогаче, бекон в наличии, сыра, очевидно, много. Ну, это круто. Как любитель пиццы могу заявить ответственно, что здесь у них с пиццей все в порядке, и в том числе с тестом. Это никакой не покупной вот этот кружочек, это именно вот тесто, которое они раскатали и положили в духовку. Здесь и начинки много, и соус вот этот есть как основа для пиццы, и колбасы вот этой много салями. Блин, прям все отлично, все шикарно. И посыпано самое главное вот этими еще барованскими травками. Да, базилик, там что-то, вот это вот все тоже в наличии насыпано. Короче говоря, неплохо. Я единственное, что может быть, здесь внизу не очень чувствую, знаете ли, вот эту классическую основу для пиццы, то есть томаты в собственном соку, томленые с чесноком, и вот получается, потом это в блендере, все, и вот получается вот эта вот основа пиццы. Скорее всего, она где-нибудь может быть здесь и есть, но я ее, во-первых, не вижу, во-вторых, не особенно-то и чувствую, поэтому чесночка здесь, как бы, может быть, с томатами не хватает. В остальном, это прям здорово и хорошо. Ну и что ж, господа, сказать по итогу по мистеру бургеру. Ну, конечно же, не все у них позиции нам сегодня понравились. Ну, самая главная моя претензия, это, конечно же, к креветочному бургеру. Но он не креветочный. Ну вот и все. Учитывая, что они все примерно в одну и ту же цену, я не уверен, что свежие, хорошие креветки, если ты туда порезал и положил, это будет дороже, чем ты делаешь эту котлету, например, из говядины или из той же самой курицы. Ну, по мне, так нужно просто натюрель класть туда, настоящую креветку, располовинил ее, две штуки, там, четыре кусочка тогда будет, они заполнят весь бургер и будет все это здорово и хорошо. Остальные же позиции, которые мы сегодня попробовали, да, отличные, здорово они готовят. Это крепкий середняк, это, знаете ли, не за огромущие деньги, сочнейшая вагю говядина, которая там тройной какой-нибудь бургер, значит, нет. Это вкусная, хорошая, добротная еда, которая, на мой взгляд, стоит своих денег. Вот, ребят, кто любит бургеры? Вот вы напишите, вот этот вот, например, с говядиной, насколько он хорош по отношению к тому, где вы покупаете. И, опять же, дороже или так далее, и так далее. По вкусу все хорошо. По сочности, ну, да, пока он был горячий, скорее всего, было лучше, поэтому здесь сделаем поправку. На мой взгляд, это очень хорошо. Крепкий середняк, однозначно. Как всегда, отдельная благодарность тем, кто уже поддерживает наш канал на Бусти и Патреоне, а также разовыми донатами. Ребята, без вашей поддержки у нас не получится снимать. Поэтому огромное вам за это спасибо. Все ссылочки для того, чтобы у нас получалось лучше снимать, может быть, даже чаще снимать, а самое главное, может быть, более качественно снимать, все ссылочки для этого есть в описании. Ну, а с вами был Константин, для подписчиков Костян, Мистер Бургер, и всем пока. хорошее местечко. Будете в Муйне, дай бог каждому, заезжайте, смело заезжайте. Они мне не платили. Нет, это мы еще сами. А, это этот самый... Курлапой лучше пишет. Собачки будут чемодня рады. Рома та же проблема мою отцу. Ну да, вот как... Сейчас, подожди, я не готов. Я тоже... Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok